всем привет сегодня очередной обзорчик из города сыктывкар для канала лайка диджи у нас сегодня numark ns7 вторая версия сразу чё у нас звук наверное на камере не очень но блин я не блогер поэтому мне пофига так у меня до этого был ns7 первая моделька но он отличается в принципе кардинально появился здесь появился блок эффектов четырехканальным микшер естественно деки ну первая вторая появились пады падает это вообще вещь потом дальше объясню по сути больше отличий то и нету ну там всякие плюшки конечно появились расположение кнопок немножко поменялось основное все осталось очень многое стало красной от этой индикации первая моделька у меня не так все красиво светилась есть еще третья модель этого контроллера ну это тот же ns7 2 только блин вот здесь спереди появляется панель из трех дисплеев она подключается по usb по моему вот и просто для отображения информации левая правая дека и там можно так листь выбирать то есть даже ноутбук крышку закрыл и пользуйся так я не знаю ну переплата блин там чуть ли не в полтора раза так что стоит она того нет не знаю так ну чего погнали рассмотрим наверно сначала микшерный пульт микшерный пульт у нас состоит из вот этих вот сенсорных болен чувствительных к нажатию прикосновению крутилок эти крутилки мне чем нравится вот у меня как бывший владелец пионеров я их терпеть не мог за то что они вообще не ловили середину то есть на пионере вроде ты выставил 0 ты рукой чувствуешь что там поймалась вот эта ямка а здесь смотришь ручки криво стоят как-то одна так одна так тесене вообще они убого смотрятся и это блин брендовый этот пионер блин здесь же все ручки стоят четко так по пульту ну понятно это для эффектов каналы а б по наушникам ну понятно предпрослушка можно включить одновременно 2 одновременно 3 но если я нажму одну то эти две отключаются крюч куда нажал там включать можно хоть все четыре включить пофигу переключение между компьютером входом будь то там микрофон здесь микрофон чего есть второй первый да тут два микрофона можно подключить если не ошибаюсь даже три по моему по xml там я не заморачиваюсь микрофоном я не пользуюсь вот микрофон и линейный вход то есть микшер работает абсолютно автономный аналоговый микшер подключил если вдруг какой-то глюк например с программой произошел ты уже тебя на линии здесь сидит какой-то трек и хоть там плеер хоть там телефон без разницы ты его вывел и все перезапускаешь контроллер как перезапускаешь просто юсб перекинул и все аналоговая часть вообще независимо никак пока так ну чё у нас тут дальше можно рассмотреть давайте деку ну блин чё мне нравится это запады они конечно же чувствительны там слабеньким нажатием к сильным самое чё мне нравится что они цветные в темноте очень хорошо ориентироваться ну я допустим для себя какие-то знаю что по цветам у меня такая-то такая-то . естественно эти цвета здесь отображены какие мне нужны я все запомнил эти же и кью точки дублируются здесь потом что у нас тут имеется петли я поначалу так долго здесь искал петли а потом понял что это я туплю петля просто включается выбирается в параметрах размер петли либо так да просто размер петли выбирается и все и вот они стали эти 8 штук какая нужна ну петлями тоже особо не пользуюсь иногда бывает так потом лук это если все рата можно сохранить петлю то есть там в принципе ты сам выбрал какая тебе нужна петля и она просто сохраняется они здесь будут подрисованы и это включается вот этой кнопкой будет четыре банка получается вот этих петель можно сохранить там по 8 но это же другие контроллеры включение выключение но естественно обычная петля вход выход 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 выключение так дальше что у нас сэмплер всем понятно что такое сэмплер слайсер это такая тоже ерунда кто-то ей балуется двойные нажатия кстати да не сказал по переключает этот же режим но в другой здесь допустим какой-то продолжает трек играть а где-то режим он возвращается то есть тыкнул с этого места начинает играть но это не важно сэмплер тоже по-моему есть а да тут четыре банка памяти по 8 но это особенность программы неважно клуб это автору а ну это у нас тоже известный да то есть одно нажатие это петли а второе это нас это все дело тоже очень хорошо синхронизировано синхронизировано пробовал работать виртуал диджи просто так для угара получается у них там не знаю мне не нравится качество которое там есть так далее у нас что точки разобрались это разобрались полноценный по моему пич если я не ошибаюсь как и на том да режим у нас сколько у нас 8 16 и полтинник мастер темпа так и везде есть сератор что очень нравится можно трек уронить уронить ну до ну вот где-то до 84 я уронил со 128 и вообще практически никаких искажений ну естественно можно отключить этот мастер темпа будет стоять через shift вот мастер темпа то есть это уже как у нас там на виниле единственно что здесь нет стопроцентного ну да он нахрен так а слеп мод это режим короче можно не знаю баловаться баловаться и трек продолжает играть возвращается кто там любит делать такую ерунду так слеп мод я его не использую если можно при желании отключить мотор но тогда это по сути режим скрэнча ручки у нас старт-стоп это все регулируется в программе всем известная блик реверс это что у нас бит грит можно сетку подгонять но я и тоже не пользуюсь эффекты эффекты тоже имеют сенсорные кнопочки то есть можно включать как здесь так и можно через вот эти кнопочки нажал это в принципе вот функция удобна тем что тебе не надо постоянно заморачиваться включать эффект ты выставил отпустил все он сам выключился разобрались естественно эти же функции могут работать через шрифт через шрифт у нас тачи а включили тачи по зоне эквалайзера можно отключать все это дело так что здесь у нас дрэк дека другая но на ней есть тоже по эффектам это на что фильтр ролл так сначала фильтр но естественно фильтр как и у пионеров у всех есть хайп пас лоу пас как он там не включил так при включении фильтр ролл у нас такая штучка получается включается фильтр и эффект ролл который они одновременно здесь то есть очень хорошо там может быть кому-то завершать композиции через шрифт у нас здесь этот же фильтр в режиме фильтра но еще и начинает работать с двумя эффектами если и включил тоже такая для тех кто любит побаловать себя эффектами здесь в принципе все то же самое этот бит можно самому набить скорость какая если вдруг программа неправильно определила на фирма то сумма умеет определять это так как битность не битность это для эффекта так что у нас обычно победит библиотеке лазить будут есть самое главное что есть этот долбанный бут мастер и будут отдельно допустим я использую для трансляции через бут настраивал выход на линейный так что еще но такая штучка есть показывает как здесь показывает точку здесь же показывает одинаковая ли скорость соседним трейдом тоже очень удобная штука иногда для мошапов так что я сенсорную рассказывал не рассказывал перемотка поиск по треку очень такая штучка интересная но кнопочки pitch band это свойственно номер там в принципе это хорошая штука по передней панельке что у нас вот микрофон у нас кстати да я говорил первый второй подключается сзади и третий через сзади и через сзади и через сзади и включение выключения так здесь у нас по фейдеру я не пользуюсь поэтому отключил можно поставить дк дкб понятно и кривая его так что здесь плен кто такой блен я не помню а это это чисто блок под наушники по тратушку между миксом и мастером скажем так сплит кью это не помню я не заморачивался здесь так заднюю панельку для извращенцев и днища я не буду смог показывать как бы по по джогу джог блин просто обалденно но в принципе я не на виниле не играл поэтому не могу сказать и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...